На вопрос, почему вы сейчас так много говорите о Украине, я уже пытался ответить, отвечу еще раз, потому что я считаю, что сейчас Украина стоит на пороге очень важных событий и, как автор Андрей Пянковский, я точно так же переживаю за судьбу Украины. Если на самом деле происходит то в Украине, что мы думаем, а это захват СМИ, внедрение в политический мир Украины человека, заранее обработанного Кремлем, то, о чем говорили до выборов о Зеленском, и никто не хотел обращать на это внимание так называемая операция Буратино, если все пазлы складываются в одну картину, мы не можем этого не замечать. И как бы последние попытки предупредить людей перед 21 июля прийти, естественно, на эти выборы и попытаться противостоять вот этой фейковой партии «Слуга народа». В очередной раз призыв, попытайтесь сделать все для того, чтобы они не захватили власть в вашей стране. Если их в Раде будет большинство, тогда парламентская президентская республика Украина полностью будет подконтрольно олигархом Медведчук Коломойский Рабинович. И все трое, они являются партией капитулянтов, все трое мечтают о реванше России в Украине и готовы договариваться с агрессором. Этого допустить нельзя. Мне прислали ссылку на вот этого блогера, зовут его Стас Домбровский. Я почему-то думаю, что в Украине это достаточно известная личность, по крайней мере в Одессе. До конца я не знаю, кто этот человек, каюсь. Судя по всему, либо рок-музыкант, либо какой-то артист, режиссер, не знаю. Напишите в комментариях, кто это. Но вот его короткий ролик в его такой эмоциональной манере. Смысл этого ролика простой. Сейчас украинец равно парохобот. И дело не в том, как вы это называете. Парохобот или приверженцы Порошенко. Понимаете, эта история прошла. Порошенко уже не у власти. И все эти обвинения, парохоботы, зелофилы, все это должно уйти на второй план. Я уверен, что людей, которые проголосовали за Зеленского, в массе своей обманули. И сейчас мой призыв именно к ним. Господа, если вы сделали такую ошибку и проголосовали за Зеленского, эти 73%, я уверен, большинство из них обмануты, либо те, кого не устраивали реформы Порошенко. И все это совершенно понятно. Но сейчас ваша страна находится в опасности. 22 июля вы можете проснуться в совершенно другой стране, капитулянской Украине. Забудьте то, что вы делали на выборах. Все обиды в сторону. Если вы сделали ошибку и проголосовали за Зеленского, сейчас идите на выборы и исправьте свою ошибку. Голосуйте за тех, кто действительно достоин называться украинцем. Кто не стремится к сближению с Россией, не стремится к капитуляции. Вот это мой призыв. Ну и в конце ролик Стаса Домбровского. Я думаю, хорошо, если его увидят многие. Да, там много мата, но судя по всему, это такой блогер, который всегда использует его такая фишечка. Не обращайте на это внимания. И последнее. Если вы думаете, что сейчас достаточно будет проиграть эти выборы, а затем замутить еще один Майдан, я хочу вам сказать, господа, следующего Майдана в Украине уже не будет. Если вас интересует, почему, я могу сделать отдельный ролик. Но Майдана, четвертого Майдана в Украине уже, к сожалению, не получится. Так что на это не рассчитывайте. Идите и голосуйте. Голосуйте против слуги народа. Уважаемые одесситы и гости города, ну не бывают все люди святыми. У каждого есть свой скелет в шкафу. Если у кого-то не скелета в шкафу, значит это от стопудов или убийца, или душевный пидорас, или он сосал у Путина. Но как только мы начинаем копать информацию на каждого представителя команды Зе, блядь, нихуя не находится. Вообще ни-ху-я. Откуда только официальных 211 человек? Вот неофициальная команда состоит из более 500 человек. Вот откуда они взялись? Из ниоткуда. За пару месяцев перед выборами в Верховную Раду. Бам такие и есть. Такого не бывает. И вот мы нашли ответ. Смотрите, партия слуга народа была зарегистрирована еще в 2016 году. Правда под другим никнеймом. Партия Рышучих Змин. Основателем был Евгений Юрдыга. Блядь, какой человек, такая фамилия. А в 2017 году они переименовались в «Слугу народа». И главой партии становится Иван Бакалов. Он же управляющий с 2013 года товариществом «Квартал 95». Следует из этого всего, что выход фильма «Слуга народа» был прямой предвыборной кампанией. А ведь его в общей сложности пересмотрело 20 миллионов человек. Сейчас мы про аудиторию 18+. Которые могут голосовать. То есть, они заранее знали, что делали. Кстати, сайт партии начал развиваться еще в начале 2018 года, когда еще никто и не говорил про Верховную Раду. Поэтому и не странно, что в интернете до 2015 года у всех кандидатов почищены социальные сети. И вся инфа о них личная. Теперь прикинем. Помимо того, что каждая серия стоила 100 тысяч долларов, партия активно работала 3 года официально. По ходу, получается, она именно искала кандидатов. И защищала их историю. Если команда из 500 человек работает над своим имиджем, пускай каждый получал по 2 штуки примерно. Такие цены среднему помощников депутатов. 500-2000 на 36 месяцев-то больше, чем 36 миллионов долларов. Блядь, у кого могут быть такие деньги? Думаем, думаем. Правильно. Коломойский еще, по ходу, в 2014-м, даже в 2015-м году вступил в преступный сговор со всеми остальными олигархами. И они решили восстать против Пети. Соответственно, что получается? Что какой бы ни был Петя Кровавый Пидор, блядь, а мы в его случае имели единственного настоящего президента Украины с большой буквы, а не то, что имеем сейчас. Какой бы он ни был хуевый, а таки на нем содержалась вся национальная идея. Ведь как еще объяснить, почему до сих пор не было Майдана, когда мы явно прямым шагом идем и пиздуем в Россию. Так что, господа, блядь, порохобот порохоботу рознь, блядь. На самом деле, украине с таки равно порохобот. Я сейчас не защищаю порохоботов, мне тоже не нравился порох. Ну, ебаный пиздец, что происходит прямо сейчас, здесь и сейчас. Мы открыли реально, блядь, заговор пророссийских олигархов. Им, в принципе, их нельзя назвать пророссийскими или проукраинскими. Им похуй, лишь бы бабло рубить. Порошенко не давал им рубить бабло. Порошенко действительно, сука, строил Украину, блядь. Хотя, конечно же, и набивал себе карман. Но тут одно из двух. Где нам не оставили выбора? Вы говорите о демократии. Домбровский один из них. Поэтому смотрите мои видео и подписывайтесь на Гонзо ТВ.